Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о профилактике протозойных и глистных тропических заболеваний. Вообще, почему такая тема? Все уже, конечно, устали от коронавирусной тематики, и как только появляется хоть какая-то возможность, когда государство дает небольшое послабление, все целыми семьями улетают и не куда-нибудь, а за границу в теплые страны, получить массу удовольствия, погреться на теплом солнышке, полежать на песке. Но мало кто понимает, что подвергает свою жизнь и свое здоровье большому риску, большой опасности. И если бы это только себя подвергали опасности, но ведь еще берут с собой и детей, в том числе очень маленьких детей, и подобные случаи уже были в прошлом году, когда с тропического острова Занзибар к нам в Пермь завезли очень тяжелый случай как раз тропического заболевания, с большим трудом удалось с ним бороться, причем этим занимались уже московские врачи. Поэтому сейчас мы с вами поговорим только о некоторых тропических заболеваниях, именно протозойных, то есть вызываемых простейшими, и о некоторых глистных заболеваниях. И бактериальные, и вирусные инфекции мы рассматривать с вами не будем, поговорим только о самых распространенных. И первое заболевание, о котором пойдет речь, это амебиаз. Вызывается оно, как вы понимаете, амебой, кишечной амебой, при этом поражается в первую очередь желудочно-кишечный тракт. Не всегда амеба, так скажем, сразу же активно начинает внедряться в стенку кишечника, очень часто она может там существовать долгое время как бы бессимптомно. Вообще в тропиках порядка там 50% жителей являются носителями этой амебы. И человек, именно турист, получает амебу, когда кушает фрукты, овощи немытые. При этом, даже если помыли, но если в помещении есть огромное количество мух, то есть высокая вероятность заноса цист вот этой амебы на поверхность пищи. В итоге, после вашей еды, после приема еды, вы через некоторое время, к сожалению, заражаетесь вот этими амебами. Ну и давайте теперь совсем коротко посмотрим на жизненный цикл вот этой вот амебы, амеба-хистолитика по латыни в теле человека. Как вы видите, все завязано на желудочно-кишечный тракт, но в некоторых случаях, в очень тяжелых случаях, когда амеба проникает в стенку кишечника, она может разноситься током крови в другие органы, даже в легкие, например. И это очень, конечно, плачевно. Это заболевание лечится, но важно правильно вовремя поставить диагноз. Кроме того, вы должны понимать, что любое терапическое заболевание, его диагностика у нас в стране вызывает серьезные затруднения, потому что наши врачи не готовы, не знают данную симптоматику. Поэтому за свое здоровье отвечайте в первую очередь вы сами. Ну, амебиаз – это, так скажем, относительно легкое заболевание, о котором вы можете почитать еще и дополнительную информацию. Единственное, никто не должен заниматься самолечением. Вот это вот большая просьба. То есть я вам сейчас рассказываю о заболеваниях, о мерах профилактики, но целенаправленно не называю препараты, которые используются для лечения, потому что правильное лечение должен поставить только медик, который специализируется на данных препаратах. Некоторые заболевания лечатся относительно просто, некоторые лечатся очень сложно, и препараты, которые используются, являются токсичными. Поэтому, снова повторюсь, самолечением заниматься нельзя ни в коем случае. Другой интересный возбудитель – это возбудитель болезни Шагаса или американского трепаносомоза. Есть популярное направление туристическое – это Доминикана, это Куба, ну и некоторые другие страны, или, допустим, кто-то вообще едет отдыхать в Центральную Америку. То вот имейте в виду, что вы там можете заразиться вот такой очень нехорошей болезнью. Ее основными переносчиками являются триатомовые клопы. Они очень довольно большие клопы. Их еще называют поцелуйными клопами. Почему, я сейчас тоже вам расскажу. На карте в данном случае вы видите основные очаги распространения этого заболевания. Возбудитель, опять же, это простейшее. И оно живет внутри вот этого клопа. При этом клопы эти, они относятся к хищницам. Они питаются кровью человека. Когда человек спит, они обычно кусают его в область губ, ну и вообще в любые другие мягкие участки на теле. Но чаще всего как раз в область губ, отсюда и поцелуемый клоп. Но при укусе паразит не передается. А вот когда клоп попил вашей крови, и он тут же сбрасывает на вас непереваренные остатки, то есть фекалии, по сути говоря. И вот в этих фекалиях огромное количество этих паразитов. И человек расчесывает места укусов, втирает тем самым паразитов и заражается. К сожалению, болезнь Шагаса очень и очень опасна. Дело в том, что она вызывает поражение внутренних органов, в первую очередь сердца. И человек без должного лечения в последующем может погибнуть от сердечной недостаточности. Основные меры профилактики следующие. Это нужно правильно оборудовать место для сна. Должен быть обязательно полок. И вы должны также проверять, собственно, постель и постельные принадлежности на наличие и отсутствие вот этих вот прекрасных созданий. Я сам столкнулся с такими клопами, отдыхая во Вьетнаме, когда в своей постели, перед тем, как ложиться спать, обнаружил вот такого триатомового клопа. Слава Богу, что во Вьетнаме, в принципе, нет самого заболевания. То есть, клопа есть заболевания, нет. Но вот в Южной Америке это серьезная проблема. Следующее заболевание, о котором вы тоже, наверное, все слышали, это африканский трепаносомоз или сонная болезнь. В данном случае переносчиком является не клоп, а переносчиком является всем известная муха-ЦЦ. При этом муха-ЦЦ, мало кто знает, на самом деле, как она выглядит. Вот давайте посмотрим на картинку. По латыни эта муха называется глоссина, род глоссина. Она очень похожа на осеннюю жигалку. У нас в конце лета, в начале осени, появляются мухи, которые нас начинают кусать. В простонародье говорят, вот мухи начали кусаться. На самом деле вылетает именно вот эта муха, стамоксис. Вот она близкий родственник этой самой глоссины, мухи-ЦЦ. Какие особенности биологии этой мухи? Во-первых, мухи скапливаются в основном около мест скопления скота, потому что основной их кормовой ресурс – это кровь у крупного рогатого скота. Поэтому около водоемов, около временных луж, их всегда бывает очень много. При этом мухи испариваются один-единственный раз в своей жизни, поэтому сейчас применяют активно биологический метод борьбы с этими насекомыми, то есть выпускают в окружающую среду стерильных самцов. Стерильные самцы как бы оплодотворяют нормальных самок, в итоге получается бесплодные яйца, и дальше развитие не происходит. Так, в нескольких странах Африки эта болезнь считается побежденной. Вернее, не болезнь, а популяция мухи-ЦЦ снижена. Но поймите, что все равно в природе так или иначе могут встречаться эти мухи. Никто не дает стопроцентной гарантии, что эти мухи полностью исчезли. И в случае укуса, вот муха-ЦЦ зараженной человека попадает в возбудители. Вы видите на картинке, на слайде, как выглядят возбудители уже в мазке крови человека. Сначала они скапливаются в месте укуса, ну, собственно, формируется воспаление, дальше начинает проникать возбудитель уже непосредственно в кровь. Это длится довольно определенное, ну, длительное время. И в зависимости от того, какая форма сонной болезни, это родезийская или гамбийская, вот это время различно. И следующий этап развития болезни, когда возбудитель начинает проникать через гематоэнцефалический барьер. Все вы, наверное, знаете, что у нас многие вещества не проникают в головной мозг. У нас есть такая специфическая защита. Так вот, эта защита, это есть гематоэнцефалический барьер. И эти возбудители, эти простейшие, они проникают из крови уже в спинномозговую жидкость. И вот это уже, как бы такая терминальная стадия заболевания, когда происходит поражение центральной нервной системы. Именно в этот период человек просто-напросто начинает, по сути говоря, отключаться. Он спит там по 20 часов в сутки. То есть идет сильное поражение нервной системы. Так вот, при скоротечном течении инфекции человек может без лечения скончаться в течение полугода. Если у вас ребенок с вами, да, и ребенка укусила такая зараженная муха, имейте в виду, что у детей заболевание может протекать еще в более быстром варианте, гораздо быстрее. Из-за здоровья детей, которых вы берете с собой, даже малолетних, отвечайте полностью вы. И никто больше. К сожалению, допустим, вот если говорить о России, у нас даже препаратов для лечения данного заболевания нет, поскольку у нас оно не встречается. То есть даже, чтобы вылечить это заболевание, нужно целенаправленно запрашивать данные препараты. Это очень долго. Следующее заболевание, которое вообще очень массово встречается во всех тропиках всего земного шара, это малярия. О ней мы, наверное, все слышали. Разбудитель – это плазмодиум из нескольких видов, причем в зависимости от вида плазмодия. Плазмодия выделяют трехдневную, четырехдневную лихорадку. Жизненный цикл паразита связан, опять же, с нашими клетками. При этом малярия называется антропонозом. Что это такое? Вот есть природно-очаговое заболевание, а есть антропонозы. Вот антропоноз – это заболевание, которое завязано исключительно на человека. От малярии не существует прививок, и их не смогут разработать в ближайшем или отдаленном будущем. По одной простой причине, что наружное строение этого возбудителя, оно таково, оно все время изменяется, меняется. Поэтому и иммунитет, кстати говоря, к ней не формируется. Малярия – это серьезное заболевание, это большая проблема для всех тропических стран. И далее вы на карте можете увидеть распространение малярии по всему земному шару. Красным цветом выделены области, где встречается малярия. Это территория почти четырех материков, не затрагивая только Австралию и Антарктиду. И посмотрите внимательно даже на территории Евразии. В первую очередь это Индия, это Юго-Восточная Азия, это места, где малярия встречается в большом количестве. Если едете отдыхать в Африку, тоже будьте готовы к тому, что вам придется принимать противомалярийные препараты. Давайте посмотрим, как же развиваются малярийные плазмодии, в чем, собственно, его индивидуальное развитие. Все начинается с зиготы. Зигота образуется за счет слияния половых клеток, и этот процесс протекает внутри организма комара. Эта зигота отличается большой подвижностью, и она мигрирует в стенку кишечника, и, собственно, там происходит дальнейшее развитие. Из этой зиготы дальше формируется много-много-много-много мелких стадий, следующих стадий, и они мигрируют уже в слюну. Я специально не говорю терминологию, потому что, поверьте, жизненный цикл плазмодия – это штука сложная, там много своих терминов. Давайте просто посмотрим на схеме, как что происходит. Комар кусает человека, впрыскивает слюну с возбудителями, и вот эти мелкие возбудители внедряются к нам в клетки печени. Там запускается следующий цикл. Одна такая маленькая клеточка начинает делиться бесполым путем. При этом сначала внутри делятся ядра много-много-много раз, и только потом эта клетка как бы разваливается на составляющие, получается сразу же много клеток. Мы привыкли, как к делению происходит. Из одной клетки получается две, а здесь из одной сразу же очень много. При этом клетка печени погибает, и вот эти вот следующие стадии, они выходят к нам в кровоток, и они проникают уже в красные кровяные тельца, которые, как называются? Правильно, эритроциты. В эритроцитах повторяется эта история, возбудитель там размножается опять же бесполым путем, и когда возбудитель покидает эритроцит, он разрывает его мембрану наружу, в кровь выходит много очень нехороших веществ, токсичных веществ, и у человека развивается лихорадка, лихорадочное состояние. В зависимости от вида возбудителя, это может происходить раз в три дня или в четыре дня, температура очень сильно поднимается, человека буквально трясет, и в конечном счете без лечения малярия приводит к смерти больного чаще всего. Это очень опасное заболевание. Ну, возвращаемся к жизненному циклу. Через некоторое время возбудитель формирует клетки предшественники половых клеток, так скажем, ну, половых, да, тут клетка и организм, по сути говоря, получается. И вот эти предшественники, они циркулируют также у нас в кровотоке, и когда человек гуляет по лесу или просто спит, его кусает, но уже здоровый комар, он вместе с кровью получает порцию вот этих клеток предшественников, и, собственно говоря, комар заражается, цикл возбудителя замыкается. Малярия является антропонозом, она не является природно-очаговым заболеванием. Почему? Дело в том, что если убрать из этого звена человека вообще, то заболевание исчезнет как таковое. Вот природно-очаговое заболевание, там этим заболеванием неважно, есть человек или нет человека. Чума, например, природно-очаговое заболевание. А малярия, она завязана на нас. И в Советском Союзе была малярия, благодаря определенным мероприятиям, которые разрабатывал Микли Мишев, кстати говоря, у нас в Пермском университете, в последующем, собственно говоря, распространил эту практику на всю страну, малярия была побеждена. Ведь раньше Кавказ, а именно Сочинское побережье, оно считалось ссыльным краем, туда ссылали. Сейчас мы туда ездим отдыхать, а до этого это были места гиблые, потому что там было огромное количество малярийных комаров, которые переносили малярию. Сейчас она побеждена. Это какие мероприятия проводились? То есть, производилось осушение болот, завезли еще специальных рыбок, они называются гамбузи, которые питались личинками именно малярийных комаров. Но отдельно сразу скажу, что у нас в Пермском крае есть малярийные комары, но малярии нам бояться не стоит, потому что у нас самого возбудителя нет. Комары летают, они нас кусают, но не происходит никакого заражения. Однако, если вы съездите в тропики, вас там укусит малярийный комар, который болеет малярией, вы заболеете, прилетите домой, и вас покусают наши местные комарики, вы их заразите, и они станут опасными, и они уже смогут дальше заражать других людей. Поэтому, прежде чем поехать в тропики, заранее подготовьтесь, посмотрите, какие прививки нужно поставить, какие заболевания там встречаются, от которых нет прививок, тогда какие препараты нужно брать с собой. В случае с малярией нужно брать противомалярийные препараты и применять их строго по назначению врача в течение всего времени, пока вы там находитесь. Это касается большинства стран Африки, за исключением Северной Африки. Но в Египет, когда вы едете там от малярии, препараты не принимают. Но, допустим, Кения, Танзания, вот все-таки здесь надо подумать очень хорошо. Мы рассмотрели несколько протозоинных инфекций, напоминаю, что до большинства из них не существует никаких прививок, ну, в отличие, допустим, от бактериальных или вирусных инфекций. И дальше наша речь пойдет уже о глистных заболеваниях, от которых, в принципе, не существует никаких прививок. Первый пример – это анкилостомидоз. Это заболевания, которые вызываются анкилостомами. И вот сейчас вы на слайде видите изображение как раз переднего конца анкилостомы. На ее переднем конце видите такие структуры, внешне напоминающие зубы. Это структуры, которые помогают проникнуть ей через кожные покровы прямо внутрь вашего тела. Где же происходит заражение этими созданиями, крайне неприятными? В первую очередь, если вы гуляете босиком по пляжу или по просто влажной почве, в первую очередь по почве, если вы лежите на песке и ничего не стелете под себя, тогда просто через ваши кожные покровы происходит проникновение вот этого очень неприятного червячка, который дальше развивается уже внутри и развивается в желудочно-кишечном тракте. Примерно где-то через 5 недель начинаются расстройства в кишечнике, боли в животе, иногда бывает даже головокружение, возникают потери в весе и развивается анемия. Анемия вообще развивается при многих глистных заболеваниях, поскольку паразиты очень любят потреблять витамины и в первую очередь витамин В12. После возвращения в Россию, конечно, необходимо провериться на наличие таких вот паразитов. Ну и плюс, какие меры профилактики, кроме озвученного, что нужно ходить обязательно в обуви и ложиться на шезлонги или на что-нибудь еще, необходимо обрабатывать, мыть обязательно фрукты, овощи, желательно их обливать кипятком. Почему? Поскольку на поверхности овощей могут находиться и не только данные паразиты, но и другие, и их туда доставляют мухи. Вообще, с мухами необходимо бороться не только в тропиках, да и даже в наших широтах. Следующее заболевание, которое называется драконкулез, его второе название – это ришта. У нас на территории бывшего СССР, оно встречалось на юге, в азиатских республиках, сейчас в России его не существует, но для Африки, например, это заболевание очень характерно. Как же происходит заражение? Человек заражается, когда пьет некипяченую воду или купается и случайно проглатывает воду из пресных водоемов, именно из пресных водоемов, и случайно заглатывает мелких рачков циклопов. Циклопы являются промежуточными хозяевами вот этого паразита, и внутри находится филериевидная личинка, очень мелкая. Когда вы проглатываете, циклоп у вас переваривается, но из него выходит вот эта личинка, она дальше буравливается внутрь вашего тела, дальнейшее развитие червяка протекает именно в подкожной клетчатке. Длина червя может достигать одного метра, но при этом он очень тонкий. И чаще всего на нижних конечностях, в самом низу, развиваются пузыри, а внутри пузыря торчит конец тела вот этого червя, самки в первую очередь, они раздельно полые, эти червя. И когда человек заходит в воду, при контакте с водой, эти пузыри лопаются, и наружу выходят, так скажем, тканевые воды вместе с огромным количеством яиц. Лечение решты следующие. Этого червя очень-очень медленно, постепенно вытягивают, наматывая на бинт или на ватную турундочку. Нельзя ни в коем случае допустить разрыва вообще самого тела червя, потому что внутри находится жидкость. Эта жидкость довольно токсичная для человека. Просто-напросто начнется сильнейшее воспаление вплоть до сепсиса. На картинке вы видите как раз вот этот традиционный метод лечения, когда из человека вытягивают такое создание. На самом деле говорить о глистных заболеваниях можно очень много и долго. Если у вас будет интерес, можно и в дальнейшем обсудить некоторые другие заболевания, более характерные уже для наших широт. Ну а сейчас хочу пожелать вам здоровья и желаю вам все-таки, если вы решитесь поехать в тропики, не привести оттуда в себе ничего, а получить только массу положительных эмоций. Продолжение следует...